Спасибо ППСникам, которые вовремя ко мне подошли. И девчонки, спасибо им. Они меня вытирали кровь. Путь из поликлиники до дома оказался для Валентины Романовны непростым. Вспоминать о встрече с негодяем без слез пенсионерка не может. Вот здесь, у стадиона «Волга», неизвестный попытался отобрать у нее сумку. Пошла под мост. Спустилась одну линию, прошла восьмерки. Во вторую. Между столбами у меня хотели отнять сумку. Я не дала. Он еще раз дернул. На третий раз я упала. И он меня потащил по асфальту. В сумке у пенсионерки были деньги, медицинские справки и документы, за которые Валентина Романовна переживала больше всего. Злоумышленник отпустил свою жертву лишь когда увидел полицейскую машину и попытался скрыться. Двигались в страны улицы Огородней. И под железнодорожным мостом увидели, как неизвестную пожилой женщина пытается вырвать сумку, повалив ее на землю, так как она ее не отпускала, и тащил ее за собой. Привидев нас, он бросился бежать в сторону улицы Огородней, перебежав дорогу. Бросил машину там, напарник начал разворачиваться, побежал ему на пересечении, чтобы его догнать. Также граждане города Саратова проявили очень хорошую активность, за что им большое спасибо, которые также приняли непосредственно участие в задержании. И потом уже привели всех, оказывали доврачебную помощь бабушке до приезда медиков. Прохожие не остались безучастны, помогли привести женщину в чувства и оказали содействие в задержании подозреваемого. 35-летний обидчик пенсионерки сетовал, что остался без работы и потому поднял руку на пожилого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.